МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наиболее динамично развивающийся автомобильный сегмент это, как бы парадоксально не звучало, не бюджетные седаны, а автомобили класса премиум. Стабильный спрос на бизнес-седаны есть, и ежегодно продажи только растут. А игроков не так много, и основных действующих лиц вы и так хорошо знаете. Это представители большой немецкой тройки. Мерседес, БМВ и Ауди. Конечно же, есть еще и Лексус с Ягуаром, но о них, как правило, совершенно забывают, когда заходит спор о том, какой же премиальный бизнес-седан самый лучший. И поэтому неудивительно, что когда производитель, который славится автомобилями средней ценовой категории, выпускает на рынок седан класса F, сразу же вокруг этой модели поднимается шумиха. Сегодня в программе «Наши тесты» я попробую разобраться, чем удивит и чем порадует россиян обновленный Hyundai Ecos. Когда речь заходит об автомобиле Hyundai, сразу же в голове возникает ассоциативный ряд из моделей Hyundai i30, Solaris, Elantra. И совершенно невозможно себя приучить к тому, что помимо доступных седанов, хэтчбеков и кроссоверов, в линейке моделей компании есть вот такой вот большой бизнес-седан. Это и неудивительно, ведь эта модель относительно недавно появилась на нашем рынке, хотя для компании Hyundai этот автомобиль стал уже фактически вторым поколением Ecos. Так исторически сложилось, что еще лет 5-10 назад в нашей стране мало кто воспринимал всерьез марку Hyundai. Хотя для внутреннего корейского рынка у компании было много моделей разных классов, среди которых было и первое поколение Ecos. Правда тогда речь не шла о собственных разработках автомобиля такого уровня. Поэтому выпущенный в 1999 году Ecos фактически был стопроцентной репликой Mitsubishi Pro Audio. С начала производства первого поколения седана было продано более 120 тысяч Ecos. Причем несмотря на то, что до России этот автомобиль так и не доехал, он засветился не только на южнокорейском рынке, но и на рынках Китая и странах Ближнего Востока, а также и в Европе под именем Centennial. В отличие от первого поколения, новый Ecos – это самобытная модель. Все многолетние наработки и исследования компании нашли свое отражение в этом флагмане. Корейцы очень гордятся своей моделью, и поэтому она представлена на всех ключевых рынках. Более того, раз модель производится с 2009 года, а последнее обновление было аж в 2011, то пора бы уже освежить седан. Что корейцы и сделают. Маркетологи компании пошли по пути европейских коллег и не стали перебарщивать с обновлением седана. Да и в этом не было необходимости, нужно было лишь освежить облик и расширить список опций. Невооруженным взглядом распознать изменения во внешности Ecos не просто, а революции как таковых нет. Например, в передней части седана можно увидеть, что слегка изменилась форма бампера, а также заметно убавилось число хромированных деталей, что субъективно пошло Ecos на пользу. Кормовая часть получила новые блоки светодиодных фонарей. Профиль же обращает на себя внимание новые колесные диски, дизайн которых выполнен в стиле лопастей турбины самолета. В салоне отличить посвежевший Ecos от дореформенного можно по новым аналоговым кварцевым часам на центральной консоли. Также корейцы расширили список доступных пород дерева, используемых при изготовлении декоративных вставок, и добавили детали из полированного алюминия в оформлении. Наверное, можно еще отметить новый дизайн кожаных сидений, вот только отличить посвежевшие кресла от старых непросто. И изменения едва уловимы, по крайней мере, на первый взгляд. Вот, в общем-то, и все обновления, которые можно найти глазами в интерьере и экстерьере Ecos. Все остальное связано с функционалом, и я обязательно остановлюсь на этом, но чуть позже. Как правило, автомобили такого класса покупают те люди, которые большую часть времени проводят не за рулем, а на заднем ряду сидений. И поэтому для инженеров компании Hyundai основной задачей было достичь максимально возможного уровня комфорта для пассажиров. Ну что можно сказать? С этой поставленной задачей в компании справились. На заднем ряду чувствуешь себя буквально как дома на диване. Сидеть удобно, а места полным-полно. Мне в силу возраста и социального статуса пока еще трудно понять людей, которые путешествуют на заднем ряду, в то время как их личный водитель старается, минуя пробки, довезти своего начальника на работу или встречу, а после тяжелого рабочего дня отвозит домой. И все же, благо, предписанные будущему хозяину этих четырехколесных корейских апартаментов, я вкусил. Например, нажав кнопку «Релакс», расположенную на подлокотнике, все вокруг меня мгновенно ожило. Сидения переднего пассажира плавно, буквально синхронно, вместе со спинкой поехали от меня в сторону лобового стекла, даруя еще больше места для ног. Да и сам диван, благодаря сервоприводам, также сдвинулся по салазкам чуть вперед, чтобы я в итоге оказался в полулежачем положении. В таком положении даже я, молодой да ранний, с удовольствием ездил бы на работу каждый день. Разумеется, преимущество заднего ряда кресел на этом не заканчиваются. Так как это место по идеологии самого класса является главным в автомобиле, то ошибочно было бы предполагать, что на этом функционал ограничивается. Все с того же пульта, расположенного в подлокотнике, можно управлять системой климат-контроля, музыкой и прочими системами в автомобиле. Безусловно, для резидента заднего ряда сидений любое путешествие будет в радость. А вот его личному водителю будет тяжеловато. Посудите сами, при таких габаритах найти место для того, чтобы припарковать Экус в центре крупного города будет ой как непросто. Обновление никак не затронуло габариты седана, но и без этого флагману корейского автопрома есть чем бравировать. Колесная база 3 метра 45 миллиметров. Длина Экуса составляет 5 метров 16 сантиметров. Ширина 1 метр 89, а высота 1 метр и 49 сантиметров. Что касается дорожного просвета, то в нашем распоряжении оказался Экус, оборудованный пневмоподвеской. Поэтому клиренс седана в статичном положении составляет 145 миллиметров, которые при необходимости увеличиваются до 175, что является не лишним, учитывая особенности российских дорог. Кстати о них. На всякий случай под полом багажника скрывается полноразмерное запасное колесо с необходимым набором инструментов, что можно отнести к плюсам. А сам объем багажного отделения при этом составляет 520 литров. Ну что ж, мне пора бы уже отправляться в путь. Ну а вам я предлагаю познакомиться с более подробными техническими характеристиками нашего Экуса. Объем бензинового В6 3,8 литра. Мощность 334 лошадиные силы. Крутящий момент 395 ньютон-метров. Для того, чтобы с места разогнать Экус до первой сотни, потребуется чуть менее 7 секунд. При этом заявленная максимальная скорость 240 километров в час. Но расход топлива в смешанном цикле составляет около 11 литров на 100 километров пути. Да, мне трудно представить себя в роли водителя на постоянной основе. И уж тем более в роли владельца автомобиля такого класса. Не заработал еще. Хотя с габаритами такого большого Экуса я свыкся довольно-таки быстро. И могу уверенно маневрировать в потоке. Также я быстро нашел для себя удобную посадку за рулем. Благо сделать это было не сложно, так как диапазон регулировок здесь большой. Ну а в целом, глядя на логотип на руле, на стильные аналоговые часы, которые расположены на центральной консоли, щупая пористый пластик и алюминиевые вставки, и разглядывая двойную прострочку на кожаных элементах, ловишь себя на мысли, что едешь на автомобиле уж точно не компанией Hyundai. Я ни в коем случае не хочу принизить другие модели этой марки. Они хороши по-своему. Но то, что я вижу здесь в салоне Экуса, меня в хорошем смысле поразило. Я могу с уверенностью сказать, что этот седан для корейцев безусловно огромный шаг вперед. Что касается мотора, то к нему тоже нет никаких претензий. Мало того, что мощности крутящего момента даже для такого большого и тяжелого автомобиля с избытком, так еще и коробка передач работает двигателем в слаженном тандеме и хорошо настроена. Она незадумчива и при необходимости резкого ускорения мгновенно скидывает несколько передачек вниз. Кстати, здесь также предусмотрены несколько режимов движения, которые меняют характер автомобиля. Режим спорт, режим нормал и один режим, предназначенный для зимы и для скользкой дороги. С погодой нам повезло. За бортом стабильный плюс, под колесами сухой асфальт, и поэтому пробовать режим для зимы не имеет никакого смысла. Зато, попереключав режимы спорт и нормал, я пришел к выводу, что для обгонов на трассе не обязательно нажимать на кнопку и переводить трансмиссию в спортивный режим. Если привыкнуть к педали газа и понять ее обратную связь, все маневры, связанные с обгоном, можно совершенно спокойно выполнять в режиме нормал. А вот если заниматься спринтом на дороге с постоянными торможениями и разгонами, то здесь уже без режима спорт никак не обойтись. Хотя трудно себе представить, как такой большой представительский седан прыгает из ряда в ряд, вплотную отормаживаясь у задних бамперов впереди идущих машин. Неаристократично это. И сам класс С предполагает, что владельцы таких автомобилей и так уже везде успели, и поэтому не должны спешить. Что касается подвески и рулевого управления, то опять же чувствуется, что у автомобиля потенциал большой, но который совершенно не хочется испытывать в предельно допустимых режимах. Не для этого ЭКУС создавали. Хотя и на разбитых дорогах и при резких маневрах понимаешь, что плата за высокий уровень комфорта для пассажиров высока. Если яма в большинстве случаев подвеска проглатывает, что хорошо, то при прохождении острых поворотов на высокой скорости ощущается сильный крен. При этом удивительно, но автомобиль четко едет по заложенной водителям траектории. Например, показания панели приборов проецируются на лобовое стекло. Система нужная и уже все чаще появляется не только на представительских седанах, но и на моделях других классов. Еще я помню, когда ЭКУС только-только появился в России, многие представители автомобильных СМИ нелестно отзывались о боковых зеркалах. Они говорили то, что они маленькие и в них ничего не видно. Корейцы учли критику и проделали работу над ошибками. Поэтому обновленный ЭКУС получил новые зеркала. Теперь площадь зеркального элемента стала большая, и помимо этого сюда добавилась функция мониторинга слепых зон, что очень удобно. Разумеется, вместе с обновлением самого седана обновились и цены. Теперь за базовый ЭКУС попросят 2 миллиона 990 тысяч рублей. Средняя комплектация ЭЛИД обойдется в 3 миллиона 190 тысяч рублей. А верхняя модификация и комплектация своеобразной 5-литровой восьмеркой, развивающей мощность 430 лошадиных сил в исполнении РОЙЛ, попадется россиянам в 3 миллиона 690 тысяч рублей. Что касается конкурентов, то подобрать их непросто. Например, седан Куорес от дочерней компании Кио, хоть и можно отнести к прямым конкурентам, но с натяжкой. Уровень оснащения, список модификаций и комплектаций не дотягивает до уровня ЭКУСа. Большую тройку BMW, Mercedes и Audi также трудно отнести к конкурентам ЭКУСа, ведь в основном базовые немецкие машины, не считая БАВАССу, стоят чуть дороже, чем самый верхний ЭКУС в исполнении РОЙЛ. Плюс еще не стоит забывать про списки дополнительного оборудования, которые, безусловно, опустошат кошельки тех, кто хочет именно немецкий седан класса F. Так что дальнейшая судьба корейского седана в нашей стране, на мой взгляд, очень интересна. Посудите сами, конкурентоспособная цена есть, уровень комфорта и оснащение сопоставимы с теми, что могут предложить родоначальники класса. Осталось дело за малым – грамотно преподнести свой продукт клиентам и отойти от шаблона производителя автомобилей средней ценовой категории. Ну а дальше время покажет. И я не удивлюсь, если через пару лет в нашей стране на корейский седан ЭКУС перестанут смотреть свысока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова